всем привет это хоккейсик и канал мэдгай хоккей это очередная серия челленджа в котором мы будем проверять дениса и узнаем его зон роста и научим заодно и вас играть в хоккей приятного просмотра поехали итак действующие лица у нас все прежний привет как дела нормально сегодня у нас бросковый челлендж у тебя будет три варианта броска которые ты должен повторить а на твоих ошибках если они будут мы еще и научим наших дорогих подписчиков готов будет ошибки точно будут давайте сначала расскажу потом покажу все относительно просто три шайбы лежит на синей линии моя задача первую шайбу нанести бросок с удобной стороны крюка вторую шайбу с неудобной стороны крюка и третью доработать и забросить ворота на добивание а теперь давайте демонстрация теперь по деталям сказать честно я тоже этот челлендж выбрал не с первого раза мне пришлось мне пришлось проехать все начинается с прямолинейного движения стоит пару конусов между конусом мы должны нырнуть вращаясь неудобно подготовить бросок бросить возвращаемся назад скорость средняя сверхзуколую набирать не надо подбор шайбы и все тоже самое и все тоже самое в другую сторону с удобностью под неудобную наносим бросок неудобной стороны крюка только не такой кривой наверное самое сложное двигаясь на воротах мы запускаем шайбу она отскакивает нам от перекладины одним движением убрать под неудобную сторону крюка и поразить верхний угол ворот ну что давайте начинать ты понял что тебе будет непросто помимо того что надо попасть в ворота надо еще и шайбы не потерять правильно подготовить бросок попробуем давай пробу делаем и и и и и и и и Устал, дружок? Ну да, конечно. Давай так, по горячим следам. Как думаешь, что не получилось или что было действительно сложное? Самое сложное, то есть неудобное. Бросать. И надо бивать. Два из трех. А я тем временем напоминаю, что данное видео мы вам специально снимаем вместе с Денисом, либо в будущем, возможно, это будет другой хоккеист-любитель, чтобы вы видели свои зоны роста. Ведь он такой же, как и мы все хоккеисты-любители, которые учатся играть в хоккей. А теперь давайте по ошибкам. Более-менее у Дениса все было прилично с первым броском. Он менял направление, двигался справа налево, учитывая, что у нас с ним одинаковый левый хват. И наносил такой достаточно хороший плотный бросок. Второй бросок, как Денис и сам отметил, что с неудобной давалось действительно сложнее. И здесь, пожалуй, Денис и вы, наши дорогие подписчики, я обращаю внимание на две самые популярные ошибки, которые и Дениса не обошли стороной. Первое. Рационально. Подготавливая бросок, в идеале мы должны стремиться к тому, чтобы сделать это в одно движение и правильно поменять направление. Давайте я покажу. То есть, двигаясь справа налево, я перекладываю шайбу раз, и я меняю направление. То есть, мои ноги, подписчики и Денис, смотрят в сторону правого угла площадки, конкретно в данном игровом эпизоде. И вот из этого положения, положив шайбу на пятку, мне удобно и комфортно нанести хороший и плотный бросок, потому что я еще могу вложить вес тела и, естественно, доверну этот бросок корпусом. Раз, два. Что касательно качества броска у Дениса, на самом деле она летела очень прилично, то есть, она летела блинчиком, там, как правило, не было ковырячки. И второй момент, в общем-то, он на самом деле вытекает из первого. Рациональность. Старайтесь не делать лишних движений. Сейчас я возьму шайбу. Это неправильно. когда вы подготовите бросок и потом начинаете шайбу перекладывать. тратите время, уходит игровой момент и, возможно, у вас уже не получится нанести бросок. Обращайтесь, пожалуйста, на это свое внимание. Третий бросок. Так называемое добивание. Первое, Денис, ошибка была в неправильном выборе траектории. То есть, ты ехал со стороны, запускал шайбу под углом и, соответственно, она неудобно отскакивала. В идеале, понятно, что это мы просто имитируем игровую ситуацию, как будто бы вы нанесли бросок, воротарь там сложил свои чемоданы, отразил этот бросок и мы убираем шайбу в сторону и, в общем-то, играем на добивание. Поэтому первое – это траектория. Простые законы геометрии. Угол падения равен углу отражения. Теперь самое интересное. Второй момент – это сама игра на добивание. 8 из 10, когда вы окажетесь в игре в такой ситуации, вы должны сыграть, назовем это так, на широких ногах. Вы должны сделать одно движение – убрать шайбу под неудобную сторону крюка со звездочкой. Возможно, в игре придется это сделать с неудобной на удобную. Ну, в нашем челлендже убираем под неудобную. Ну и следующим движением – нанести бросок. В общем-то, в этом-то была отчасти и ошибка, что мы, ты, был не всегда готов при подборе шайбы. Запустили. Ноги чуть пошире. Переложил. Перекад. Понятно, что в движении я могу уже приблизиться, возможно, даже к лицевой линии, но из этого положения мне максимально удобно, раскрыв крюк, поразить верхний угол ворота. Поэтому чуть пониже скорость и больше акцент в сторону качества. Вот такой вот у нас получился разбор. Тебе понятно? Попробуем. Улыбнись. Иди пробуй. Улыбнись. Иди пробуй. А вот так. И, на самом деле, я думаю, что вы со мной согласитесь, что даже на камеру видно, что финальные попытки после корректировочек уже вышли вот куда более-менее качественные. Да, к сожалению, не получилось сразу поразить все три мишени Но, как я и говорил в начале видео, скажу честно, у меня тоже это получилось не с первой попытки Поэтому используйте это бросковое упражнение, если у вас есть такая возможность Очень хорошая и очень полезная Ну что, Денис, иди сюда Усвоил ли ты урок? Ну да, относительно Относительно Вы, конечно, помните, что это все тяжелый труд И изо дня в день надо тренироваться и становиться сильнее А надеюсь, что наше видео является для вас хорошей мотивацией И в то же время хорошим учебником, где вы можете подчеркнуть те или иные подсказки А потому что ошибки, они классические для всех хоккеистов-любителей На этом все С вами был Хоккеистик, канал Мэтт Гай Хоккей Все полезные ссылки, как обычно, в описании под этим видео Также, если у вас есть вопросы, либо пожелания Пишите обязательно комментарии Также они там внизу Всем спасибо Всем пока Пока, Денис Пока Пока